Мы с вами рассмотрели синтаксис, как мы можем создавать собственные типы и классы. Однако, куда более интересно, как мы могли бы создавать объекты с заданным типом или заданного класса. Нам был бы не очень по себе интересен тип списка, если бы с помощью него мы не могли бы создавать списки. Поэтому в языке Python предусмотрен механизм инстанцирования или конструктор. Чтобы запустить конструктор класса и создать новый объект класса, мы должны воспользоваться нашим классом как функцией и вызвать ее. Давайте посмотрим на примере. Данная запись, когда мы используем myClass в качестве функции, запираем его в скобки и вызываем, создает нам новый объект класса myClassX. В этом месте мы можем сказать, что мы вызвали конструктор класса myClass и создали новый объект X. Однако важно понимать, что конструктор есть не только у тех классов, которые пишем мы. Конструкторы также есть и у встроенных классов языка Python. Мы могли бы когда-нибудь записать, что список LST на самом деле лист, потому что лист также является классом, и мы можем использовать его явно как конструктор. Это эквивалентно записи вот такой. Несмотря на то, что в этом случае мы запускаем конструктор листа явно, а в этом мы пользуемся синтаксисом языка, конструктор класса на самом деле всегда будет запущен, когда мы конструируем объект класса. Более того, у любого класса в языке Python всегда есть конструктор, и конструктор это единственный механизм, которым создаются новые объекты. Вернемся к нашему объекту X. Мы можем вывести на экран тип X и убедиться в том, что его тип это класс myClass. Также мы можем вывести тип myClass на экран и убедиться в том, что он имеет класс type. После того, как мы создали класс, нам гарантируется всего две вещи. Вот пусть мы создали класс myClass. Первое, что гарантируется, мы всегда у него можем вызвать конструктор. Второе, что гарантируется, мы можем обращаться к его атрибутам. Добавляем. Второе, что гарантируется, мы можем обращаться к его атрибутам.